Матфея 6 глава Сосновоборска проходила молитвенная конференция и день рождения церкви города Железногорска. Хорошее время было, Бог так много делал, действовал, пророчествовал, говорил. То есть мы переживали очень мощное посещение тем, кто был, те могут свидетельствовать потом о силе Божьей, как Бог сделал что-то. Давайте мы откроем 6 главу и прочитаем с 19 стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, но все тело твое, то все тело будет твое темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесные, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас мало веры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что, и что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Такой длинный отрывок Священного Писания мы прочитали. Давно так часто Библию не читали, и так много, и так долго. Но я вижу здесь некую связь, некую цепь действий, которые очень нам помогут сегодня. На конференции служил пастор Анатолий, и он брал подобное местописание только из Луки, и там в современном переводе его читал, такой перевод РБЦ, репцентра. Ну, это мы так перевели, причем какого-то специального крытника откуда-то такого. Такой, сволова такие интересные. Ладно, это шутка такая. Вот. Я буду не об этом говорить, я не буду повторять его проповедь, потому что у меня совсем другое послание. Но мысль, которую я хочу показать вам. Я вижу здесь цепочку определенных действий, определенных событий, определенных принципов. Когда ты их соблюдаешь, то тебя ждет жизненный успех. Мы все сотворены для успеха. Мы не сотворены для позора, для проигрыша, для недостатка, для разочарования, для одиночества. Мы созданы наслаждаться жизнью, получить максимальное удовольствие от всех дней наших, проведенных на земле. Я верю, что каждому человеку дана великая судьба от Бога. Нет ни одного человека, которого бы Бог обделил своим намерением владычествовать на земле. Каждому он дал свой образ и свое подобие. И вот с чего я начал читать. Не собирайте себе сокровища на земле, но на небе. Ибо где ваше сокровище? Там ваше будет сердце. И следующие стихи начинают говорить. Знаете, надо научиться читать Библию полностью, что написано. Потому что иногда ты, читая одно, вырываешь из контекста и теряется некий небесный замысел, глобальный замысел чего-то. Я бы хотел сегодня провести вот эту вот связь, чтобы мы увидели, что первое здесь говорится о ценности. Потом переходит и он говорит о оке, о глазе, о способности человека видеть. И потом он уже говорит, что нельзя служить двум господам. Ценность сначала, сокровище, глаз, служение, чтобы не было двум господам. А потом он начинает показывать, что вообще не заботьтесь, потому что птицы вообще ни о чем не заботятся, растения ни о чем не заботятся. И как бы вывод всех этих рассуждений, вот он, 33 стих. Ищите же прежде Царство Божье, а остальное к вам приложится. И он показывает определенные действия, которые помогают нам понять, что значит искать Царство Божье. Какие главные элементы Царства Божьего он хочет нам показать и научить нас чему-то. Сокровище, око, служение.